Всем привет, дорогие друзья! И с вами я, ваш психолог Эльвира Емельянчикова. Давно хотела снять видео на тему социальные роли или социальные типажи, как их принято называть. И в этом видео я хочу поговорить о таком типаже, как женщина-хозяйка. О всех плюсах и минусах этой роли, о тех сложностях, с которыми сталкиваются истинные хозяйки. И как все-таки сделать так, чтобы, если даже вы выбрали эту роль, получать от нее максимальное удовольствие и жить счастливой хозяйкой? Как же все-таки становится женщиной-хозяйкой? Но прежде всего это те женщины, которые очень любят вести домашнее хозяйство. Это такие домашние, уютные, теплые, женственные девушки, которые очень любят готовить. Они любят наводить порядок во всем доме, они любят создавать уют, они любят приглашать гостей, они любят, чтобы в их доме был полный порядок и чистота. Это такое качество, которое, скорее всего, им передалось от их матерей. И они просто используют его в своей жизни, как обычный элемент. Они ничего для этого не придумывают, они продолжают жить по тому стереотипу, который им был заложен в их собственной семье. И при этом они в этом деле очень даже преуспевают. Среди моих клиенток и также моих подруг есть большое количество женщин-хозяек, которых, если вы встретите на каком-то светском раунде, вы даже не подумайте, что они обычные домохозяйки. Эти женщины блистательны и бывают, они даже затмевают бизнес-леди и других женщин. Они всегда опрятны, они следят за собой, они ухожены и они довольны своей жизнью. Поговорим о плюсах такой роли. Их, конечно же, гораздо больше, чем минусов. Во-первых, любому из нас будет приятно приходить в этот чистый, ухоженный и благоухающий пирогами дом. Приятно возвращаться сюда и мужу, и детям, и подругам. И вообще собираться у такой женщины очень-очень приятно, потому что она рада гостям. Она знает, как нас принимать. Она всегда накроет стол. В холодильнике у нее полно запасов. И буквально за 10 минут она знает, как нас удивить. Как ей все это удается, неизвестно. Однако факт остается фактом. Такая женщина очень-очень приятна в общении. Эта женщина домашняя. От нее исходит такой, знаете, домашний уют и тепло. К ней хочется прижаться, ее хочется обнять. Она как будто такая истинная мама-мамочка. Любвеобильная, открытая, душевная и очень-очень добродушная. Из таких женщин-хозяек получаются отличные блогеры-кулинары. Да, если вы возьмете себе за правило просто снимать те блюда, которые вы готовите, через некоторое время с удивлением вы заметите, что в вашем инстаграме увеличились подписчики. Либо на вашем ютуб-канале появились постоянные зрители, если вы снимаете видео про то, как вы готовите эту свою вкусную еду. Конечно, любое хобби можно сделать профессией, приносящей доход. Если вы хотите узнать что-то про мое хобби, вы можете посмотреть это здесь. Итак, любое ваше хобби можно монетизировать. Если вы не хотите этого, просто предлагайте это нам, вашим гостям. Могу сказать, что среди моих знакомых есть очень успешные девушки, хозяйки, женщины, которые продают свою продукцию, которые очень любят печь, лепить конфеты ручной работы, выпекать какие-то пироги, печь целые торты на праздники. И у них есть заказы. То есть что происходит в этой жизни женщины? Она удовлетворена, она выполняет роль матери, жены, хозяйки и в какой-то степени бизнес-вумен. Она продает свою продукцию. Это здорово, потому что ее продукция, она уникальна. В нее девушка вкладывает всю свою душу. И такой объект, как торт ручной работы, он не сравнится ни с какими магазинными тортами, согласитесь со мной. Потому что в нем есть частичка души исполнителя. И такой торт, конечно же, останется в памяти надолго. Еще можно отметить такой плюс, как такие женщины, хозяйки, они в любом новом пространстве стараются создать уют дома. Даже если они куда-то переезжают, допустим, на отдых, в гостиничный номер, они тут же стараются в нем навести какой-то свой уют, свой лоск, где приятно будет находиться им и окружающим. Вы это обязательно заметите. Женщина-хозяйка, даже приходя к кому-то в гости, может начать что-то убирать, переставлять, готовить с удовольствием и даже помыть посуду. Я знаю даже такую девушку, которая сказала, боже мой, гора посуды, прекрасно, значит у меня есть чем заняться. Я знаю, куда себя приложить, свои силы, я с удовольствием ее помою, в этом ничего такого нет. Это здорово, я так люблю убирать. Я и верю, она говорит это очень искренне. Что касается ее квартиры или дома, это место приложения ее силы. Огромный плюс таких женщин в том, что они приучают своих дочерей, конечно же, готовить, убирать, содержать свой дом в порядке. Если даже у мамы, у дочки был конфликт, то вырастая девочка все равно будет поддерживать эту уютную атмосферу дома, потому что она привыкла ее видеть. Но бывают и моменты, бывают и минусы, когда такая тщательная, во всех отношениях скурпулезная, эпидентичная мама, она доводит уют дома до такого перфекционизма и состояние кухни ее очень-очень важно, что она не подпускает туда свою взрослеющую дочку. Ей кажется, что дочка очень много будет там сорить, ей придется убирать за ней. Пусть лучше сидит и смотрит. То есть это такой минус, который бывает у хозяек, но не у всех. Если вы узнали себя, и вы, будучи женщиной-хозяйкой, стали замечать, что вам жалко, что ваша дочка придет и будет готовить, она будет готовить как-то не так, все испачкает, испортит продукты, а вы бы это сделали лучше и быстрее. Замечайте за собой это. Нужно все-таки давать возможность подрастающему поколению через ошибки приходить тоже к этой роли. Это неизбежно. Тот, кто не ошибается, не растет. Я видела сложные ситуации, когда на кухне сталкиваются две абсолютные женщины-хозяйки. И тогда каждая проявляет инициативу и считает, что вторая готовит неправильно, недостойно, невкусно. И вообще она должна уйти и сесть, а готовить буду я. Ей кажется, что она самая лучшая, она профессионал, она быстрее все сделает и, конечно же, качественнее. Понятное дело, что две хозяйки на одной кухне ни в коем случае не уживаются. Поэтому уже замечено, что хозяя, как ни странно, будут раздражать другие хозяйки. В какой-то степени они где-то могут с ними дружить, возможно, кому-то завидовать, потому что кто-то все равно что-то делает лучшее. Но это, знаете, такое поле сражения, где женщины соревнуются посредством каких-то своих кулинарных шедевров. И теперь мы все-таки добрались до минусов, хотя их мало, но я их хочу все-таки озвучить. Это иногда возникающие упреки в адрес домашних, что никто ни в чем не помогает. Хотя так бывает, что такие женщины, они даже не принимают помощь, потому что все остальные делают как-то не так. Бывали даже случаи, когда женщина отказывалась, имея хороший достаток, от услуг помогающего человека. Потому что стыдно, что кто-то будет в моем доме убирать, и что я плохая хозяйка, а кто-то лучше меня все уберет, совсем справиться нет. Не бывает этому, я все сделаю сама, причем лучше всех. Из минусов могу отметить, что если извне кто-то попытается помочь, то любая попытка бывает, что пресекается и воспринимается как агрессия, как будто бы нападают на ваше личное имущество. И вам очень хочется защититься от этих так называемых помощников, вместо того, чтобы расслабиться и принять помощь профессионалов, либо просто принять помощь людей. Одновременно с этой радостью, с таким состоянием, ура, я все сделала, я выполнила всю свою домашнюю работу. Бывает, приходит разочарование, усталость, которые, кстати, иногда даже не хочется транслировать, не хочется показать кому-то, что я недовольна своей ролью. В этом и случается проблема, которую обычно приносят клиентки мне на консультацию. Вот этот вот дисбаланс, вроде бы все хорошо, я довольна своей ролью, я успеваю, я выполняю, но хроническая усталость от этой монотонной работы и нежелание делегировать приводит, бывает, к таким состояниям, которые приходится прорабатывать вместе с психологом. Ну и, конечно же, перфекционизм. Он присущ не только хозяйкам, но в основном им, допустим, женщина не может выйти из дома, если она не расставила стулья все по своим местам, не подвинула как-то салфеточку, чтобы она лежала так, как ей кажется правильным, не закрыла все окна, не зашторила занавески, то есть не выполнила весь тот мацион, после которого она может уже уйти со спокойной душой. У меня есть моя хорошая подруга, а мы с ней однажды собрались погулять, и выходим из дома, и она говорит, стой, 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 я сейчас вернусь, я не могу так выйти, должна проверить, все ли на местах. И когда она забежала в комнату, я смотрела, что она делает, она брала, и каждый стул вот так вот ровненько ставила, выравнивала, чтобы каждый стульчик вокруг их обеденного стола стоял напротив другого стола. Вот насколько ей это было важно, что даже уходя, должно быть все идеально, останется красивая чистая картинка после ее ухода. То есть даже уходя, она должна знать, что в доме все прекрасно, в доме все осталось в идеальном порядке. Какие же претензии говорят мужья вот таких вот жен, хозяек перфекционисток? Обычно, кстати, они упрекают их в этом. Ты слишком правильная, у тебя прям идеальный везде порядок, какая-то прямо чистота нереальная, ни одного микроба даже нет, так же не бывает. Их иногда начинает это раздражать, им кажется, что это уже чересчур. И именно эти претензии высказывают они своим женам. И приходя ко мне на консультацию, они говорят, Эльвира, как же так? Я же стараюсь для него, для нас, для всех, для детей. У меня чистота, порядок, полный холодильник. Я ему все выглаживаю, выстирываю, а он еще недовольный. Что еще ему нужно сделать, чтобы он был счастлив? А он просто устал от этой чистоты. Он устал от вашей такой нарочитой порядочности, нравственности, перфекционизма и вот этой идеальной картинки, идеальной чистоты, которую вы создали. Для него это получается как вакуум. Ему хочется, чтобы вы иногда были немножечко другой. Это, конечно, его удивит, если он проснется и увидит какой-то хаос, но, тем не менее, вероятно, он хочет, чтобы вы позволили себе быть разной. Ну, если, конечно, вы сами этого хотите. Ну и, конечно же, таких женщин раздражают другие женщины, которые не ведут такого же хорошего порядка в доме, как и они. Их раздражают женщины, которые не любят готовить, в доме у которых хаос. Дети питаются какими-то перекусами. Муж может остаться на ужин в ресторан, то есть она ничего не готовит и не считает нужным. Такие женщины, конечно же, будут очень сильно раздражать женщин-хозяек, потому что у них-то все хорошо. Но, на удивление, у тех женщин, которые не стремятся к абсолютному идеальному порядку, тоже бывают счастливые мужья, тоже бывают счастливые семьи. И они счастливы в этом хаосе, в этом каком-то беспорядке. Он их совершенно не напрягает, они живут и радуются своей жизни. Также, если вы нашли в себе качество женщины-хозяйки, вас может раздражать женщина-бизнес-вумен, которая практически ничего дома не делает. Возможно, у нее есть помощники по дому, либо она минимальное количество времени находится в доме, не получает от него никакого удовольствия. Вот есть как есть. И бежит на работу, занимается достигаторством. То есть кайфует от своей социальной роли именно как профессионал. То есть она растет в социуме. Такие женщины вас тоже могут раздражать и вызывать какое-то недоумение и недопонимание между вами. И, скорее всего, вам сложно будет заводить знакомство из других социальных ролей. Но бывают разные варианты. Бывают варианты, когда дружит женщина-домохозяйка, женщина-хозяйка, женщина-бизнес-леди, бизнес-вумен, у которой тоже есть семья и дети. То есть они примерно равного социального статуса, равного дохода, и им какое-то время есть о чем поговорить. И чтобы не завязнуть полностью в роли хозяйки, нужно хоть иногда менять эти роли, хоть на какое-то время. Как это сделать, вы узнаете в моих следующих видео. Спасибо, что вы были с нами, смотрели мой канал, смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх. Пишите в комментариях, какие темы вам еще интересно было бы обсудить. С вами была я, ваш психолог Эльвира Емельянчикова. До новых встреч, дорогие друзья. И всем пока-пока.